Многим довелось слышать понятие травмпункт, некоторым возможно даже там побывать. Чаще всего туда обращаются люди с ушибами, растяжениями, переломами конечностей и вывихами, которые появились в результате падений, ударов и других ран. 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник – Всемирный день травматолога. По случаю этого события травматолог Центральной городской больницы Хайрула Гамидов рассказал об особенностях своей профессии и специфике работы. Работа отличается от тем, что постоянно мы бываем на поражении. Мы на первую очередь, первым мы должны подходить к этим больным, первым мы должны оказать помощь. И если надо будет, мы вызываем специалистов других, нейрохирургов, хирургов, урологов. И вот так работаем. Работа довольно-таки тяжелая. К тому же, каждым днем больше и больше становится травм у нас в связи с развитием технологий, техники и машины в нашей республике. И особенно хозяйств. В продолжении беседы на вопрос, какой период времени для человека является самым травмоопасным и по каким причинам, врач отметил, что с наступлением весны и на все время лета число пострадавших повышается. И на первом месте, как главный источник всех несчастных случаев, стоит дорожно-транспортное происшествие, последствия которых различны по уровню тяжести. На втором месте травмы в результате падений с высоты и ожоги. В особой группе риска находятся дети. По статистике, в день десятки, а то и ста обращений к специалистам данной области. По случаю профессионального праздника, пациенты травматологического отделения выразили славу благодарности в адрес врачей, подчеркнув, что медперсонал очень внимательный и заботливый. Также пожелали профессиональных успехов. Хочу сказать, спасибо, внимательно, хорошее и интересно. Большое спасибо за их внимание, за их терпение, за то, что они лечат наших детей, нас, как говорится, и всего самого хорошего, простого человеческого счастья. Травматология тесно переплетается с соответствующим разделом медицины, занимающимся профилактикой и лечением заболеваний костно-мышечной системы, ортопедией. Не случайно медицинская специальность в этой области именуется как травматолог-ортопед. История и археология позволяют предположить, что еще в древности люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди способов лечения в травматологии выделяют консервативные и оперативные, в зависимости от характера травмы, от наложения фиксирующей повязки, в том числе гипсовой и установки специальных устройств и аппаратов для вытяжки, до проведения сложных хирургических операций. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».